и всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine друзья в этой серии мы не полетим куда-то на дальние галактики нашей вселенной не будем бороздить далекие пространство нашего бескрайнего космоса а сегодня друзья мы заглянем с вами на красную ржавую планету под названием марс да ребята мы сегодня заглянем так сказать немножко наперед в будущее и представим что человечество все-таки человечеству все-таки вернее удалось колонизировать марс ну даже не колонизировать а человечество сделала свой первый шаг на красную планету да посмотри это красная атмосфера марса что мы видим мы видим солнце на горизонте космический аппарат space x starship так давайте выберем свободный режим не ругайте меня сразу если что-то здесь будет не так это уже не от меня зависящее это все зависит от некоторых модов если будут какие-то глюки или тормоза мелкие ребят моды никак не хотят ладить со space engine посмотри межпланетный корабль space x starship и он на поверхности марса да ну стоит он конечно не прям таки вертикально посадка видимо не удалось что-то пошло не так но мы на поверхности марса первые астронавты я тебе скажу больше первые астронавты первые люди уже у нас на поверхности марса давайте посмотрим давайте найдем наших первых астронавтов вот наш первый астронавт посадка была так себе сказать были некоторые проблемы с обходом в атмосферу марса до достаточно была жесткая посадка но наши астронавты выжили это у нас кстати по моему астронавт с а да вот там на горизонте сейчас я вам все покажу всех астронавтов чем они тут занимаются я вам все покажу ребят все-таки это у нас как правильно сказать такой полет человечества полет космонавтов людей из разных стран то есть отобрали самых лучших это у нас европейское космическое агентство а вот ну а теперь короче астронавты с европейского космического агентства ну а теперь мы переходим к астронавтом сша я так понимаю которые у нас здесь изучают тоже какой-то непонятный аппарат который когда-то был запущен человечеством и уже отработал все свои ресурсы я не знаю что здесь произошло аппарат полностью перевернут уничтожен разрушен возможно какие-то бури на марсе марсианские бури и уничтожили этот аппарат до его урановый двигатель отработал свое и всю информацию которую он смог собрать передал на землю и вот здесь у нас стоят астронавты давайте вот это вот мы отключим статистику я хочу убрать она очень мешает и наши астронавты стоят столпились такие и смотрят на те свои сотворения которые они отправились земли и которые долго изучали поверхность марса и сейчас они просто наблюдают за космическими аппаратами сломанными а вот но здесь как бы пока еще нет никакого снабжения у вернее снабжение есть немножко неподалеку мы промахнулись короче говоря с посадкой ну тут ровно я не знаю ну может метров 500 но у астронавтов есть все необходимое на случай неудачной посадки на поверхность марса все есть в нашем старшипе то есть все необходимые какие-то элементы там еду все прочее мы выгрузим наши астронавты выглядит и обязательно доберутся до станции которые до посадки человечества ведь естественно прежде чем отправить человека на марс что нужно сделать нужно сначала отправить все самое необходимое самые необходимые материалы на марс потому что если ты просто отправишь человека на марс ну даже в таком межпланетном корабле как starship ну я конечно понимаю что там будут какие-то запасные части элементы там для ремонта еда вода но этого не хватит на многие месяцы дни потому что до марса полет занимает 7 месяцев и представляешь если что-то понадобится человеку на марсе поставки земли ждать придется очень долго и я думаю что человек не сможет так долго ждать до так ну что же ладно давайте короче говоря перейдем к нашим следующим астронавтом и посмотрим чем они у нас там занимаются так вот наши еще так у нас там по моему четыре астронавта достой нет вернее 5 астронавтов ну я так понимаю что какие-то другие люди у нас уже с той стороны starship а выгружают какие-то необходимые элементы для передвижения к основной базе где уже есть достаточно много всего чтобы развернуться начать жить и потихонечку потом экспериментировать и посмотри вот наши следующие астронавты и они нашли ребята ровер под названием крюсити да ну я смотрю его тоже что-то здесь непонятно дестабилизировала возможно да опять же эти же буря какие-то не знаю короче говоря аппарат тоже полностью у нас уничтожен ну можно немножко приблизиться конечно к аппарату немножко рассмотреть его ребятки если какие-то тормоза баги идут это у меня игра то есть никак не может сладить с этими модами но достаточно согласись интересно да вот он космический аппарат крюсити который был рассчитан всего лишь там на считанные месяца дам да по моему на работу но работает уже аж 8 лет по моему да посмотрим в принципе вот если смотреть со стороны аппарат очень хорошо так как правильно сказать очень хорошо обработан так каждая мельчайшая деталь то есть даже его рука какие-то не знаю провода солнечные батареи все прочие камеры все сделано на самом высшем уровне согласись классно ну да сейчас астронавты просто они наверное шокированы тем что они на поверхности марса что почему они права смотри их не ноги проваливаются в песок что я не понимаю это наверное опять же мод и вот постоянно у них в шлемах что-то там сверкает но скажу так если приблизиться к одному из астронавтов наверное это лучше к астронавту отправиться у нас из яса то в принципе очень хорошо отработано сделано наверное вернее отражение посмотрим отражение поверхности марса да здорово смотрится конечно здесь понадобится очень хорошие скафандры на марсе ну во первых температура во вторых нету конечно же кислорода так ну что же давайте немножко обойдем вот наш корабль space x starship и посмотрим вообще его так сказать снаружи что он из себя представляет ну интересный конечно дизайн у starship так но понятно а это у нас я так понимаю наверно что это такое это окна типа да или что иллюминаторы по моему они все покрылись у нас полностью марсианской пылью давайте посмотрим сверху на наших астронавтов ну я думаю что такой конечно корабль именно вот такой starship мне кажется что такое межпланетный корабль и он достаточно привезет много астронавтов ну я думаю что человек до 30 20 точно будет его вместительность хотя 20 человек я думаю будет достаточно если учесть все запасы воды еды на 20 человек за 7 месяцев на таком корабле это достаточно очень очень хорошо так но я скажу больше ребята сейчас мы с вами короче говоря отправляемся на орбиту нашего нашей красной планеты и с вами посмотрим я вам сейчас кое-что покажу что не только на поверхности у нас есть астронавты а есть у нас также уже некоторые космические станции которые уже давным-давно запущены и изучают у нас поверхность красной планеты вообще я очень обожаю марс я очень обожаю смотреть какие-то документальные фильмы про эту планету боже я уже его наверное изучил вдоль и поперек ты посмотри вот отсюда кстати видно наш starship а мне интересно в каком примерно районе наши астронавты приземлились так ну я вообще думал что они совершат посадку в районе не знаю долина маринер допустим до либо олимпа или еще чего-нибудь странно ну ладно ладно не суть но давайте я вам сейчас покажу аппараты то есть уже космический полноценный станции да я думаю что в дальнейшем для колонизации марса конечно же сначала потребуется построить наверное что-то вроде космических каких-то станции вокруг орбиты марса чтобы как бы я не знаю для подготовки отправки назад на землю если это будет возможно либо для подготовки для приземления на марса какие-то запасные дополнительные ресурсы чтобы там находились в общем давайте сейчас я вам покажу две станции и так друзья смотрите вот первая станция которая вращается вокруг нашего марса да она чем-то конечно напоминает нашу международную космическую станцию но это совершенно другая станция которая строилась здесь и возводилась годами да если вы думаете что на марс для колонизации марса потребуется год-два нет потребуется очень очень много времени я думаю что пройдет наверное скорее всего не одно столетие ни одно пятидесятилетие ну вообще я конечно в своей жизни в этой жизни еще хотел бы увидеть хотя бы первого человека на марсе человек который впервые ступит на красную планету я уже даже не надеюсь увидеть марс озелененным озелененным так посмотри вот кстати да давайте рассмотрим станцию вокруг нашего марса ну в принципе повторюсь что она как бы не очень чем-то примечательно обычная такая же международная станция которая вращается вокруг марса так кстати здесь еще есть одна станция неподалеку так по моему вот где-то стой давай-ка вернемся мы наверное к нашим где вот здесь вот где-то у нас по моему здесь вулкан олимп давай-ка немножко наверное промотаем сейчас время давайте промотаем время и посмотрим на марс так а вот кстати подожди стой 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 вот она долина и маринер и вот да по моему это олимп если я не ошибаюсь и вот где-то с этой стороны давай нажмем на паузу где-то здесь у нас космическая станция а ну вот она боже я ее еле нашел вот такая еще одна интересная космическая станция я не знаю на что она похоже что она напоминает но какую-то небольшую международную наверно станцию так у нас даже есть тут значки наса интересно интересно и достаточно до присоединены различные модули постепенно сюда будут прилетать новые и новые астронавты и я думаю что человечество все-таки постепенно колонизирует наш марс так сейчас подожди так слушай а мы можем пробраться внутрь и мне даже интересно давайте попробуем пролететь у да мы прямо таки уже в космической станции был бы еще классно смотреть бы на поверхность марса до через иллюминаторы было бы здорово дам так ну давайте я вам и еще кое-что покажу то что все таки илону маску удалось и я не знаю упадет ли этот аппарат когда-нибудь на поверхности марса но то что мы можем наблюдать здесь в будущем короче говоря сейчас вы все сами увидите а у нас здесь вокруг орбиты марса у нас летает стармен да 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 в известном автомобиле елона маска тесла родстер посмотри кстати у меня была как-то серия папа по моему по некоторым каким-то аппаратом spacex и там тесла роустер выглядел настолько нелепо но посмотри здесь он просто отработан до мелочи боже это реально шикарно посмотри это очень здорово каждая деталь тут даже я не знаю переливается все светится все мелкие какие-то значки все прочие детали мелкие гайки и прочее здесь все сделано на высоте да и все таки стармэнл у нас удалось выйти на орбиту марса посмотри здорово под песню у дэвида боя он у нас я не знаю уже летает не одно столетие рядом с нашей планеты марс у него по моему даже маленькая моделька тесла есть на торпеде это очень здорово дон паник да только без паники пожалуйста стармэн не паникуй так подожди я хочу посмотреть сзади наш автомобиль тесла да он проработан до мелочей просто идеально выглядит так а если посмотреть снизу нет по моему какая-то плоскость но ладно не суть не суть не в этом дело тесла роудстер спорт да это не просто тебе тесла роудстер это еще и спорт стармен ты реально крутой чувак ты все таки добрался до марса прикольно так что я еще вам хотел показать сейчас я вам кое-что еще покажу у нас по моему астронавты нашли еще какие-то останки непонятного космического аппарата ну я думаю что это наверное скорее всего опять же земной аппарат естественно давайте сейчас мы присядем на поверхность итак смотри у нас два астронавта нашли какие-то не знаю части от посадочного либо модуля либо от какого-то не знаю еще ровера и стоят просто не могут поверить своим глазам что они просто даже на поверхности марса и смотрят на то что они когда-то создали и находятся теперь рядом с этим я очень надеюсь и верю в то что когда-нибудь человечество все таки удастся вступить на поверхность красной планеты и я верю в то что жизнь на марсе когда-то была такой же как на земле ведь не просто так все наши взгляды все наши я не знаю мечты и все что-то прочее переворачивают наш ум когда мы вглядываемся в планету марс на нашем ночном небе земли вот кстати тот самый знаменитый марсианский синий закат да это действительно чудесно да конечно человечеству поначалу будет немножко тяжеловато здесь ну а каким первопроходцам и не только космическим было с самого начала легко согласись ну что ж друзья на этом наверное я буду заканчивать наше видео всем кому понравилось обязательно ребятки ставим пальчик вверх подписываемся на канал жмем колокольчик дам не пропускать наши новые путешествия в мире space engine и помните друзья космос и вселенная бесконечны и мы только начинаем свое путешествие в нем всем пока пока